Огромная доля вложений, как материальных, так и физических, поступил от предпринимателей, благотворителей, общественных организаций, волонтеров и просто небезразличных одесситов. Мы постарались максимально учесть организации и бизнес-структуры, но заранее приношу извинения, прошу прощения, у тех, кто не вошел в отчет. Эта информация постоянно обновляется и дополняется. И, конечно, мы сделаем все для того, чтобы те, кто не запретил или попросил нас не называть их фамилии или имена фамилии, либо название организаций своих структур, мы всех этих людей, конечно, поблагодарим и скажем это публично. Одесса – город с колоссальной историей, в том числе меценатства. Многие сегодня памятники архитектуры, общественные места, парки, скверы строили за деньги меценатов, в том числе и больницы в городе Одесса. И мы сегодня являемся продолжателями тех славных традиций нашего города. И мне хотелось бы, чтобы мы знали друг друга в лицо, те, кто в сложное время для Одессы находится рядом. Находится рядом и помогает. Помогает, независимо от того, что у всех сегодня бизнес остановился, у всех все сегодня терпят убытки, но понимают, что городу и стране сегодня нужна помощь. Поэтому я попрошу Павла Владимировича ознакомить присутствующих и тех, кто находится по другую сторону мониторов с подготовленной информацией. Мы получили помощь в виде средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и медикаментов на общую сумму более 9 миллионов гривен. Также, благодаря ресторанам, заведениям общественного питания города, было организовано трехразовое питание докторам городской клинической инфекционной больницы. Торговыми сетями были предоставлены продуктовые наборы для социально незащищенных слоев населения. А при поддержке транспортных компаний был организован бесплатный проезд сотрудников медицинских учреждений по установленным маршрутам. Также следует отметить, что на счет областной организации «Красного креста» поступило более 8 миллионов гривен от представленных на инфографике компаний, организаций и предприятий, которые также были направлены на приобретение указанного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Хотелось бы особо отметить Банк Восток, Морской бизнес-центр, Гефест Билдинг, компанию ТК Фиарт, Сакар Юкрейн, Банк Пивденны, компанию ЗАРС, компанию Пикстрой, Евротерминал, финансовую компанию ГЕРЦ, Инфокс Водоканал и компанию Арт Виль. Также благотворительным фондом «Корпорация Монстров» было передано оборудование медицинским учреждениям города Одессы на сумму приблизительно порядка 13 миллионов гривен. Хотелось бы также сказать, что местным бюджетом города Одессы было выделено 256 миллионов гривен на медицинские препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, медицинское оборудование, которые были распределены между учреждениями здравоохранения, исполнительными органами Одесского городского совета, коммунальными предприятиями Одесского городского совета, а также силовыми и ведомственными структурами Одесской области. Закупки продолжаются. Кроме того, в данной сумме заложены дополнительные муниципальные премии для сотрудников городских медицинских учреждений, задействованных в противодействии острой респираторной инфекции COVID-19. Следует отметить, что общественность активно присоединилась к работе штаба. Общественные благотворительные организации, отдельные волонтеры оказали помощь территориальным центрам социального обслуживания граждан в доставке продуктовых наборов. Я вас очень прошу внимательно изучать ситуацию по тем поступающим средствам, внебюджетным средствам, и те, кто не против, чтобы их имена были названы или названия компаний, обязательно, чтобы они были и учитывались. Учитывались при оглашении этой информации, при информированной по информированности населения. Очень важно тем людям, которые сегодня работают, сказать спасибо. Много мы не можем, но спасибо мы сказать должны, и можем это сделать.